Недавно в СМИ появилась информация об обвинениях в адрес бывшего студента армянского происхождения Арама Брэнсона, который, как утверждается, изготовил бомбу с целью нападения на азербайджанцев. Этот инцидент подчеркивает существование и рост радикальных настроений среди армян, как в Диаспоре, так и в Армении. Он служит очередным свидетельством того, как азербайджанофобия и туркофобия продолжают укореняться, а распространяться в этих кругах, что требует более пристального внимания и осуждения со стороны международного сообщества. Ну а подробнее тему обсудим с гостем на прямой связи со студией Азер Аллахвиранов, политический аналитик. Азербайджан, здравствуйте. Как слышите нас? Добрый день, добрый день. Я вас слышу прекрасно. Азербайджан, вот на ваш взгляд, как случай с Арамом Брэнсоном отражает уровень и масштабы армянского терроризма за пределами Армении? И можно ли рассматривать его как часть более широкой антиазербайджанской или антитурецкой компании? Безусловно, это не то, что какая-то отдельная часть или какой-то отдельный фрагмент или эпизод из той борьбы террористической, которую ведет, скажем, различные альмянские террористические организации против Азербайджана, да и против Турции. Это всего лишь один элемент. То есть я не думаю, что это, скажем, в своем чисто процентном соотношении, это может быть всего лишь меньше, чем один процент. Но, тем не менее, это часть той большой политики, которая ведется в отношении, в частности, вот такой террористической деятельности в отношении и азербайджанцев, и турков, и так далее. То есть и это не новое, и тут нет ничего удивительного. Дело в том, что конец XIX века он в первую очередь ознаменовался также и тем, что прошла так называемая волна создания армянских террористических организаций в различных частях света. Например, взять хотя бы, скажем, партию Армянакан, которая была создана в 1885 году, которая, по сути, является той организацией, которая занималась непосредственно проведением террористических актов, а также вооруженных столкновений в различных городах и регионах, в первую очередь, безусловно, Турции. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что этот же Армянакан имел очень тесное отношение с подобными организациями, которые функционировали на территории Ирана, так и, в том числе, и на территории России. Или же взять бы хотя бы другую террористическую партию, которая Ханчак называется. Она была создана в 1887 году в Женеве. Эта партия также непосредственно занималась тем, чтобы организовывала террористические акты в отношении и представителей дипломатического корпуса Турции, а впоследствии, скажем, в том числе и представителей дипломатического корпуса и Азображенской демократической республики. Или же взять бы ту же самую Дашна Акциона, которая была создана в 1890 году в Тифлисе, и которая имеет очень такую разветвленную сеть. И эта разветвленная сеть, но тут не только, скажем, Грузия, тут не только Армения, тут и другие государственные страны, это и Турция, это и Ливия, и другие страны, там, где функционируют отдельные, так называемые, ну, скажем, филиалы вот этой партии Дашна Акциона. По сути, партия ставила конкретные задачи, непосредственно связанные с тем, чтобы создать государство в Великой Армении, так выдуманное, надуманное и так далее. И вот для достижения вот этой цели, в первую очередь, конечно, эта партия, и не только Дашна Акциона, и другие партии, которые я назвал, но и в том числе взять, хотя бы ту же самую, скажем, армянскую тайную армию освобождения АСО, которая была создана уже впоследствии в Бейруте в 1975 году. Вот это целая серия вот созданий вот так называемых партий революционных, но на самом деле эти партии занимались тем, что проводили террористические акты и так далее. Вот в данном случае факт, связанный с Саром Брансенсом, и не только с ними, но, скажем, буквально несколько, некоторое время тому назад, мы помним, и я из этого эфира с вами говорил по поводу нападения на наше посольство, то в Лондоне, то в Бейруте, то в других местах, вот как раз-таки вот эти нападения тоже были непосредственно организованы представителями этой же партии Дашна Акциона и так далее. И есть конкретные факты по поводу того, что и представители, или же определенные лица, которые связаны с руководством АСАЛа, тоже непосредственно принимали участие, потому что в Бейруте, например, были факты также применения физического насилия и так далее. То есть это все говорит о том, что все-таки вот идеология, пропитанная сплошь и рядом вот так называемым терроризмом, или же проведением террористических актов, дабы устрашить, дабы испугаться и так далее, так дабы предотвратить тот ход событий исторических, которые имеют место. И они все цело, естественно, направлены на, в первую очередь, естественно, на то, чтобы добиться тех результатов, посредством которых последствия, скажем, вот эти же террористические организации, уже будучи, скажем, определенной ветвью, скажем, общемирового такого террористического, скажем, иерархии, в первую очередь, как бы добиться, повысить свою репутацию, посредством подобных террористических актов и так далее. И с другой стороны, как бы иметь на руках те рычаги, которые непосредственно, посредством которых они будут влиять уже не только на, скажем, армянское общество и на, скажем, политическое руководство Армении и так далее, но и на политическое руководство ряда стран. Дело в том, что то же самое, скажем, и АСАЛА, и последствия АСАЛА, тоже, которая была создана в Бейруйте. Вот эти организации имеют определенные рычаги давления и на политические круги различных стран. И, естественно, тут методы устрашения, методы устранения и так далее, как бы тут дают о себе знать. Но, естественно, подобным методом не услугаешь дипломатический корпус ни Азербайджана, ни Турции, хотя мы знаем, что достаточно долгое время проводились различные роды террористические акты. В последствии уже, например, взять бы хотя бы бутность Советского Союза, те взрывы метро, которые учинялись в Москве и так далее. Вот есть судебные дела по этим делам, по этим событиям. И конкретно, чем черно-побело написано, кто принимал участие и так далее. Взять бы хотя бы те же события, которые мы имеем уже в бутность независимого Азербайджана, это взрывы метро в Азербайджанском метро, взрывы, скажем, автобусов и так далее. То есть вот это суть всех этих партий. Доставятся там какие-то политические цели. Но для достижения вот этих политических целей эти партии применяют, естественно, самые незашренные, есть незаконные методы, в том числе и методы применения террористических актов и так далее. То есть вся террористическая... Вот эти партии, они как бы пропитаны вот проведением вот подобных террористических актов. И без этих актов, естественно, эта партия не имеет возможности как бы существовать. Потому что суть ее, как раз таки, вот эта квинтэссенция вот этих партий, она заключается именно вот в этом. Поощрение терроризма, поощрение вот той идеологии, которая непосредственно подпитывается самим терроризмом. К великому сожалению, тут и церковь тоже играет не последнюю роль. Дело в том, что эти же организации, которые в свое время создавались, тот же самый Дашн Акцион и другие партии, они, естественно, при открытом покровительстве армянской церкви непосредственно создавались. И по причине чего и христианский мир очень часто негативно высказывался по этому. Вот, по крайней мере, мы знаем известные высказывания священнослужителей в Ватикане и так далее касательно вот подобной деятельности армянской церкви. И получается, что церковь и вот эта идеология, пропитанная сплошь и рядом терроризмом, она является как раз-таки тем самым средством, которое цементирует деятельность подобных террористических актов. И вот на фоне вот этих всех больших событий, которые имеют место за последние, скажем, 130-140 лет, вот как раз-таки арм брансен – это всего лишь один маленький элемент, может быть, даже пищника. И, к великому сожалению, есть очень много фактов по поводу того, что подобных армомов очень много, к великому сожалению. И не только среди молодежи, не только, скажем, среди той части населения, той части армянского народа, которая как бы всецело должна работать и заботиться во благо будущего армянского народа. Но вот подобные действиями, к великому сожалению, все их попытки сводят на нет все те усилия, которые делаются в плане создания вот такого хрупкого, хрупкой системы мира и безопасности на Южном Кавказе, к великому сожалению. Но я рад, что его подобная деятельность пресекается. И, кстати, есть факты, есть информация по поводу того, что он сейчас скрывается на территории Армении. И это еще раз подчеркивает ту суть политического руководства Армении, которое, скажем, в своем одном эпизоде, в своей одной особенности, как раз-таки является так называемым покровителем и подобных действий тоже, к великому сожалению. И посредством подобных действий все-таки армянского руководства пытаются все-таки, наверное, поддержать тот дух реваншизма, который еще витает в армянском обществе. Хотя это ничего такого хорошего, и глагола не судит всему армянскому народу и в целом армянском государственности. Большое спасибо, Азар Малим. Спасибо, что уделили нам время, подключились к нашему эфиру. Всего доброго. До свидания. А я напомню, что на прямой связи со студией был Азар Аллахверанов, политический аналитик, с которым мы обсудили тему армянского терроризма и азербайджанофобии в армянском обществе.